хей ой с вами шумики и мы продолжаем глядить игру под названием дмс не джесс прошло 7 одолелись каких-то там троллей каких-то каких-то там троллей теперь мы продолжаем так вот этот лед мне не нравится поэтому что я думаю у меня в дальнейшем много проблем устроить он не уже устраивает проблемы ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай вперед я что-то нибудь нужно да лучше мне нужен чатик текущая локация я наконец добрался до вершины горы похоже мое приключение вот-вот подойдет концу явно не смотрел трейлер что прости неважно эй тут холодно и скользко будь осторожен о чем ты хотел поболтать и что рассказать ну конечно вот тебе одна история давным-давно среди льдов и снегов стояла одна деревня еды и у ее жителей было мало а тепла и того меньше старейшины рассказывали о густой рощи безопасности из сытности и мести и сытном месте где в при так в придачу еще и держится приятная погода проблема была только одна роща находилась по ту сторону не не прекращающий грозы с градом и на то чтобы минимум так миновать эту угрозу ушла бы не одна неделя однажды некая храбрая пара астана так оставила деревне маленького сына чтобы предпринять то что в деревне называет походом им предстояло изучить путь до рощи убедившись в ее существование а затем вернуться в деревню и и всех из этого и будущее как и все кто пускались в поход до сих до них они к сожалению и весьма предсказуемо не вернулись шли годы мальчик рос и видел перед собой лишь одно цель отправиться в поход самому и найти родителей живыми и живыми в рощи или мертвыми во льдах предположим что они просто оказались плохо подготовлены от трениров так подготовлены он тренировался каждый день до того момента пока не стал на 5 лет старше своих родителей в час их ухода тогда он и предпринял собственную попытку 1 градина ударила его не так сильно так он ожидал однако ледяной холод мало по малу пробрал его до костей он несколько дней брел квозь грозу не понимаешь что все это было лишь метафорой нашедшие это отражение в его бесконечной молодом разуме а затем натыкнувшись на зрелище от которого кровь застыла у него в жилах каламбур случайно он увидел родители вмерших в огромную глыбу льда удар был слишком силен он так и остался там он ругался умолкал в раздумьях и снова ругался пока холод не пробил и его пока он сам не стал счастью ледяной глыбы конец что что именно что никакой морали никакой достойное завершение иногда история бывает жестокими порой именно в этом состоит то послание жизни которые они призваны передавать и просто осуществляешь потребность подумать о случившееся и сделать из этого собственные выводы нет неверных ответов пока тебе они кажутся истинной может быть этой истории и впрямь показалась мне бессмысленной возможно это тот случай когда для тебя все так и было а еще ты мог бы задуматься над тем что в тот момент когда наш искатель приключений нашел родители он был на пять лет старше чем они только представь ты смотришь на людей что защищали и учили тебя и понимаешь что на самом деле они младше чем ты высырь средоточие истины мудрецы на которые ты так мечтал стать похожим это и вправду сурово тебе казалось что они знали все придумали все были сосредоточенными и целеустремленными и вот и стоишь а там единственный стол который ты воспринимал как должное на которую опирался физически выкристаллизовывается и в то же время ментально подкашивается прямо у тебя над глазах может они обрели душевное спокойствие еще когда ты знал их а значит именно ты потерял неудачу потерпел неудачи или же они просто были великолепны и актерами сколько пищи для размышления предостаточно но помню это объективно я показал тебе только один ракурс так чем-то хотел поговорить мы большую тебя ракурс слушай не хочет он не открывает свой шкаф страны которые я хочу узнать ну что же там есть такой внутри вау у нас здесь заколы и бы таки еще есть а гулять у-ка что ты такое опасно где гуляет двух ударные ударный это жопа нет так тихо оп оп готова ухтих неожиданно падение в яму вот что я мог бы сказать если бы верил в тебя молодец конечно не верит он меня от тихо да блин подожди тихо 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 что с этим делать вау раз два ворота заходим обратно дуем часть дует до улучшить еще нужно немного еще не нужно немножечко а все оп оп как раз у меня есть на level up давай улучшить мне нужна медитация все как это работает можешь я не понял как медитировать так отныне контрольные точки будут восстанавливать до 5 осы восстанавливать запас заряда т добром 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 это живут людям ой ой тихо не 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 а не то вернись ладно плевать вот где 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 сохранял кого где хилпоинт восстанови мне 5 хилпоинтов где и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сверху на что? О, нет, мы пойдем наверх Отлично Да, 18 смерти у меня уже А как мне его убить? Ну, довольно жесткий Да, 18 смерти у меня уже Ну, все, здесь легко дальше Ух, 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 ух Сказал, тут уже легко и чуть не сдох Блин, ну я один кристалл потерял Вот в чем засада Вот в чем говно Да, е-мое Ну как вот Ладно, пронесло Это не так уж и легко На самом деле Готово, раз Так, нет, 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 нет Я не собираюсь считать диалоги Диалоги этого чувака Красного Блядь, вот Проблема Если за тобой наблюдают Можешь притвориться Что хочешь Продемонстрировать им Мои Контекстуальные Оскорбления В ответ на Гибель твоего персонажа Ничего не буду предъявлять Блядь, я... Что-то меня горит уже Да, это тебе не кажется, чел Я уже это специально делаю Я специально умираю Падаю постоянно Так, а откуда я здесь? Я же тогда был в другой локации Разве нет? Окей Тихо, тихо Может, все-таки повезло Мне Что, битва с боссом? Да, это битва с боссом Эм Да, действительно, я думаю, что я весь Будет так просто Поцарался Я ведь уже сказал Трогать шкаф запрещено Почему ты... Я уже хотел открыть Ладно Кто, босс? Скорее всего, он, да, будет? Ой, ему удалось Неужели это означает, что мы сможем сделать дело? Придержи коней, коротышка Ему еще предстоит пройти последнее испытание Но я хочу сделать дело Погоди, погоди Надо узнать, насколько Он На самом деле Сорнился со свитком Так, превосходно Забери его Пророк Приветствую тебя, гонец Пожалуйста, подними свиток выше, чтобы Пророчество могло свершиться А, видишь, я же говорил Он... Он... Что он туповат Да уж Ты не шутил Пожалуйста, подними свиток еще выше, чтобы Пророчество смогло свершиться Ни хера тут что-то происходит Грандиозное Че с тебе сгусток энергии? Ни хера себе замок Он... Он сделал это Из всех Потенциальных гонцов Именно он Ну, пожалуйста, продолжай Я очень хочу сделать дело Твой вызов ждет тебя, гонец Если выживешь, найди нас На вершине башни Времени Если не хочу башню Времени Эх, заставляют Башню Времени Ладно, давайте тогда на этом закончим Поэтому всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Всем удачи И до новых встреч, друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok